Лед еще не спешит таять на водоемах, остались замерзшие участки и на Волге. Прочный на вид покров так и манит, но спасатели рекомендуют рыбакам заканчивать сезон зимней ловли. Находиться на рыхлом льду становится все опаснее. Вот так ловко и быстро передвигаются аэросани по весеннему льду. Сидя в спасательном жилете и в надежной технике, не страшно рассуждать о том, почему трещит лед. Почему лед трещит? Да, весной. Весной это не обязательно, но если в Нижнем Пьехе, Чебоксарской ГЭС, у нас постоянно то опускается вода, то поднимается. И из-за этого лед начинает трещать. Именно лед дышит, он дышит. Не выходим из саней, пока спасатели не измерят толщину льда. Если она окажется только около 7 сантиметров, нас развернут обратно. Оказалось 13-15, значит можем пройти к рыбакам. Спасатели показывают безопасный способ передвижения. Ноги на ширине плечи, в руке песня-палка. И как пингвинчик, оп, оп, скользящим шагом, как пингвинчик. Бац, бац, как пингвинчик ходим. Понятно, да? Понятно. А дистанцию мы должны соблюдать. Не как мы сейчас здесь стоим. 5-6 метров. Весной лед красив, но обманчив. Такие пейзажи ниже Чебоксарской ГЭС. Здесь расположена Новочебоксарская набережная. На огромной площади пока еще лед, хотя чуть ниже уже видно, как на солнце блестит вода. Так вот, прочным его точно не назовешь. Вот на этом месте совсем недавно чуть не произошла трагедия. Под лед провалился школьник. Его спас проходивший по берегу сотрудник МЧС. Он вытащил мальчика с помощью спасательных инструментов. Мы находимся в Нижнем Ефе Чебоксарской ГЭС. Как вы видите, открытая вода. Когда ГЭС сбрасывает воду, уровень воды поднимается. От берега, естественно, отходит. И оттуда, где каменная гряда, откалываются куски льда. А были случаи, что целый пласт, а вот тут мы видим трещины, да, уносит течением, если вечер еще обычно северо-западный, уносит туда. Бывает, зацепляет ту льдину, которая в подходном канале, и вместе эту льдину тащится вниз. В районе Новочебоксарской пристани все разваливается, лопается. Поэтому на лед в этом периоде выходить крайне опасно. Но рыбаков это никогда не останавливало. Подледная ловля здесь идет с утра до вечера. Что удивительно, рыбачат даже женщины. Весенний лед, он совершенно другой. Это рыхлый, это очень ненадежно. Это каша льда, бывшего льда, уже растаявшего льда и снега на нем. И наступивший на такой весенний лед без треска, без шума можно просто-напросто уйти под лед. Это очень опасно. Если вы провалились под лед, кричите. Есть надежда, что вас услышат и помогут. Вариант не выходить на лед ни под какими предлогами, конечно, остается самым надежным. Татьяна Трофимова, Мария Шоклева, Валерий Титарчук, Андрей Шоклев, Республика.